Вот он, вот он, дорогие друзья, отец двух детей, двух мальчиков. В прошлом году стала отцом еще одного мальчика. Мальчик и мальчик, как в известном фильме. Ну, Юра здесь не стал выбирать свою излюбленную тактику, и даже в беге на полторы тысячи метров не стал в конце группы, да, а уже вот четвертый. Ну, если вы знаете, Юра говорит, не в том, что он стремится стать последним, он лежит в своем темпе. Да, естественно. По своему графику просто. Когда быстрый темп, он оказывается в конце, а когда вот такой... Это просто график такой, да, Сергей, что чаще всего он оказывается в конце. Ну, и на самом деле, вот зимой-то он гораздо... Вот те вот соревнования, которые мы с вами видели, он мог еще последний... Первый круг бежать где-то вот в конце группы. А затем очень... Он вовремя и перебирался вперед, и за сто метров всегда атаковал. Так что вот, ну, нет никаких претензий в этом году к его выступлениям нет. Сергей, можно себе представить, что сейчас чувствуют его соперники, которые специализируются на дистанции полторы тысячи метров, но в их забеге участвует капитализм в беге на 800 метров, но какой? Сам Юрий Парзаковский. А его финиш знают весь мир. Ну, и, кстати говоря, вот соперники в данном случае молодцы. Это вот Андрей Осипов ведет бег, он-то начал бег быстрее, чем в тех предыдущих забегах, и это правильно. Может быть, это тоже заслуга Юрия Барзаковского? Ну, почему? Нет, почему не посоперничать? Ну, даже дело не в этом. Собственно, здесь ведь даже не столь важно, что Юрий Барзаковский бежит. Точнее, он важен в том, что он, в общем-то, почти на 100%, он выиграет. А поэтому, если ты хочешь попасть в финал, то нужно бежать просто в быстром темпе, поводать по времени. А сейчас-то спортсмены уже знают время предыдущих забегов, и тренеры, безусловно, ведут их. И поэтому правильно делает Андрей Осипов, который повел бег. Вот видите, порядка двух минут в очереди, две минуты ровно, вот, объявляется по стадиону. И Юрий пока держится третьим, этот темп вполне устраивает его. Ну, что ж, в этом, кстати говоря, я говорил уже о личном рекорде у Юрия на открытом воздухе 3.40.28. В помещении 3.43.36, и этот результат показан в 2003 году, а вот в прошедшие два года Юрий не выходил из помещения, видно, на эту дистанцию. Я смотрю сейчас на Юру, вот каково все-таки качество бега, да, он король. Будь то 800 метров, будь то полторы тысячи метров уж тем более российский уровень. Но я, мне кажется, что даже если бы мы не заявляли, что это Юрий Борзаковский, и даже если бы камера так стояла, чтобы не было видно лица, то вот по этому бегу все поклонники легкой атлетики сразу бы сказали, на этой дистанции в этом забеге бежит Юрий Борзаковский. Ну вот вперед, вот эти пропустить, не пропустить невозможно. Соперников жалко. Вот Андрей Осипов пытается все-таки прибавить так же, и это правильно, поскольку может выйти в финал по времени. Ну, а Юрий, в общем-то, спокойно, спокойно очень бежит, так оглядывает. Ну, естественно, это забег, не надо здесь тратить лишних сил. Сейчас все-таки впереди в финал, посмотрите, как легко бежит Юрий и бросает бег на последних метрах. А результат, тем временем, 3.47.14, это лучший результат из тех забегов. Тем не менее, и Андрей Осипов, все-таки, я думаю, в награду за свое лидерство получит право участвовать в финале. Ну, уже интервью, не взирая на то, что это только забег, а еще даже не финал, да, тем не менее, уже просьба со стороны представителей СМИ сказать несколько слов. Не, ну что, это действительно, на самом деле, вот, олимпийский чемпион, он... Легко, свободно, мощно, ну, просто красавица. Абсолютно, видите, расслабленное лицо, и, в общем-то, работа мышц именно как бы в нужном направлении. Те мышцы, которые не требуются, они не работают. Смотрите, вот, медленно, замедлен в темпе, очень хорошо. В прошлом году Юрий Берзаковский несколько стартов делал в очках. И вот на вопрос, почему, да не почему, вот захотелось, говоря, не было никакой такой рекламной акции, просто решил попробовать побегать в очках. Видимо, не очень подошло, поэтому сейчас очки долой, нужно показывать результат. Ну, сначала на чемпионате России, правда, беги на полторы тысячи метров, а потом, конечно же, на чемпионате мира. И сразу даже тут, в общем, не надо.